Берем еще пленного. Наша группа зашла на танки. Пленного успокоим, сейчас будем принимать второго. Их трое. Все, лежим. Лежи, ни хуй, убивать не будем. Это видео начала марта. Бойцы украинской террабороны берут в плен военных Симферопольской дивизии. Тихо, лежи. Все. Звание дверь. Его точно мертвый? Сержант. Это уже позже ему дадут закурить. И кадровый военный России, который на военной технике оказался в двух сотнях километров от линии разграничения с оккупированным Крымом, начнет лепетать свою версию. Если у нас напали, мы срочи напали. Ты напал. А еще позже он среди таких же заблудившихся на территории украино-российских военных расскажет всю свою историю. Я Фоменко Александр Сергеевич, командир автомобильного отделения минометной батареи. Уже журналистам Александр Фоменко признается, о том, что командование приняло решение о вторжении в Украину, их предупредили. В ночь на 24 февраля он наблюдал, как сотни ракет летели в сторону материка. Пленный не забыл упомянуть, что, отправляя его на войну, командование не дало ни бронежилета, ни исправного авто. То ехал, то не ехал. С топливной системой были проблемы. И еще, пока мы в Каховке стояли, нас даже ни разу не заправили. Собственно, из-за неисправного авто Александр Фоменко отстал от колонны и попал в плен. На пресс-конференции пленный оккупант не сдерживал слез. Прошу прощения у всего украинского народа за причиненные боли, за потерянные семьи, за то, что некоторые больше своих матерей не увидят. Александр Сергеевич, правда, Фоменко родом из обычной тагангрожской семьи. Из его достижений диплом сварщика третьего разряда и грамота за второе место в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта к столетию Красной Армии. Жизнь парня круто повернулась в сакральную для россиян дату 22 июня 2018 года, когда в 6 часов утра он прибыл в местный военкомат. Фоменко попал в Крым в мотострелковый батальон и даже награжден грамотой за высокую сознательность в выполнении воинского долга. Кроме военной карьеры Фоменко успел обзавестись ребенком. Вот его супруга из Керчи Марина Кварша сообщает о рождении наследника на календаре конец ноября 2021 года. Пока его жена записывает многочисленные видео своего быта для соцсетей и продает хендмейд мыло ручной работы с надписью «Супер-мужчина» в виде не слишком аппетитного круассана и даже танка, Фоменко несет службу и даже примеряет роль так называемого освободителя. Но неудачно для своей карьеры. В середине марта из украинской столицы он взывает к женам и матерям российских солдат. Прошу вас, пожалуйста, выйдите на улицы, выйдите, не бойтесь нашего правительства, не бойтесь никого, они против толпы не попрут. Да, они задерживают 10 тысяч человек, ну там 20, но вас-то больше, вы все можете выйти. И просто остановите этот хаос, что творится сейчас в Украине. Здесь мирные жители страдают. Тем временем даже в соцсетях его жены ни одного призыва и упоминания о войне в Украине. Уже в середине апреля она постит фото с мужем в машине. Она его целует, он курит. Позже всей семьей они фотографируются у моря, отмечают Пасху в гаражном кооперативе «Юпитер» и крестят ребенка. А в начале мая Александр Фоменко выставляет фото в военной форме с многозначительной подписью. Разобравшись с себе, делаю глупости. Мои глупости веселее вашей тупости. Это фото одной из последних на его странице. Фотографии с мужем больше нет и у жены Марины. Ее ранее активная деятельность в соцсетях поубавилась. Недавно в украинских пабликах появилась информация, что Александр Фоменко, который уже лил слезы раскаяния перед украинцами, снова попал в плен. Будут ли россияне включать его в список на обмен – уже вопрос. Александр Фоменко не первый российский военный, который сначала лил слезы и проклинал свое командование, дающее преступные приказы, а потом снова отправлялся убивать украинцев. Но не всем, как ему, удалось снова выжить. Вот, например, прапорщик Кружалов, между пленом и смертью которого всего два месяца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова